Мои друзья, во-первых, они курящие, но они либо не едящие, либо холододящие. Но они такие, какие они есть. То есть они либо едят там несколько раз в месяц, либо несколько раз в неделю, бывают несколько дней подряд. Но это не потому, что они как-бы чувствуются за мной или ездят, потому что мы в одном поедем. А потому что они понимают, что есть намного интереснее вещи, чем просто еда. Поэтому если мы куда-то ездим, куда-то уезжаем, куда-то уезжаем, там какими-то делами занимаемся, то еда отваливается и не важно сколько-то месяц, два-три недели же не бьешь и вообще не имеет никакого значения. Поэтому, как пока не пришло в сознание, людей через вот эти вот аскезы вести смысла нет. Голодание оно клевое, когда есть запрос по здоровью. Но это тоже нужно очень аккуратно, чтобы не сжечь почки. Поэтому все, что касается вегетарианства, сыроедения, еще что-то, это тоже такое условное, что ты выходишь на определенный уровень здоровья, а потом если не приходится в сознание, ты можешь обратно перейти. Потому что иначе ты только будешь сыроеден, без принятия себя, ты все равно закупишься в здоровье. Поэтому здесь нужно очень четко, очень тонко понимать, что это просто твой определенный шаг к чему-то, к познанию себе. Потому что люди, например, которые, вот у меня есть друг Слава, наверное, о нем тоже уже многие слышали, с которыми мы видим вот эти авторочки, он, ну и вообще вся получается, и отец у него такой, они вот просветленные, то есть он видит определенные определенные вещи, ну, четко очень видит, некоторые там, как колдушку назвать или что-то, ну, вообще неважно. Вот, он может мясо поесть, он курит, а может не есть несколько месяцев и не пить, для него это тоже абсолютно норма. То есть не привязаны абсолютно к людям. Про физическое тело. Я бы вам хотела сегодня сказать, физическое тело, вот наши возможности, чтобы вы понимали, что почему с ним вся любая информация, которая к нам приходит, она приходит через наше физическое тело. Да, я не тело, я не рука, я не нога. Но я, эта рука, это мой инструмент, нога мой инструмент. Я тоже самому, потому что я и рука, и нога. И если бы у меня не было физического тела, я бы вам ничего бы не сказано без него. Поэтому это один из величайших здоров, который есть вот здесь, в этой плотности. И от него нужно не уходить, а наоборот им пользоваться. В этом физическом тело. И как раз хотела рассказать вам такую историю. Когда я только начала, когда я только услышала про депривацию сна, я начала спрашивать, а что такое депривация сна, зачем она, я так люблю спать, зачем она должна. И максимум, что я услышала, ну там погоду можешь менять, самолет не уйдет, еще что-то. Ну как бы ерунда. Меня любая погода устраивает, как бы все нормально. И уходила я в неедение, два месяца, четыре месяца. Когда ты уходишь в неедение, сон отваливается. Но он как отвалится, он становится минимальным, а ты начинаешь спать там не каждый день, и там часа два-три в сутки. И меня так вполне устраивает, не понимала, зачем вообще выбирать. Ну ладно. Ну была такая ситуация, когда вот эта пандемия хлопнула. До пандемии у меня было, ну у меня было достаточно крупное агентство недвижимости, с несколькими филиалами, то есть у меня, у меня было три бизнеса, я такая, достаточно была бизнес-гуму, что мне как бы все время где-нибудь ездила, где-нибудь моталась там, все, ну моталась имеется в виду по городу даже, да? И все было хорошо. Когда вот эта пандемия хлопнула, конечно же, вот это вот все закрылось. У нас в городе, в Екатеринбурге я жила на тот момент, у нас работали только больницы, трамваи и такси. Больше ничего не работало. У меня был достаточно большой дом, семья, и мне нужно было это все задержать. Максимум, куда я смогла пойти, это в такси. Я пошла таксистом в Яндекс.Акси. Но чтобы это все заработать, вот такие вот как бы немалые деньги, на Яндекс.Акси дается программа 16 часов, потом она закрывается. И я жила за годом, у меня был дом, чтобы приехать в город там какое-то время, чтобы съездить на мойку, все что-то. В результате получалось, что у меня на работу уходит примерно где-то 20 часов. Я когда приезжала домой, у меня получалось, что на 4 часа я приезжаю домой, мне нужно было принять душ, поспать, либо помыться. Я всегда выбирала поспать, поспать либо помыться, поспать либо поесть. Я всегда выбирала поспать, думаю, с едой я знаю как работать, как бы я все время видела. Но так как я всегда была убеждена, что спать это норма, и у меня в принципе, когда я кушала, у меня было стандартно там 8-10 часов я спала, и меня это вполне устраивало, то здесь получалось, что у меня на сон примерно выходило где-то часа 2-2 с половиной. Для меня это была тогда не норма, то есть для меня это была практически депривация. И как-то один день, когда уже вот в таком графике я два часа сплю, это наверное был день пятый, и у меня был ночной заказ, и у нас там в Екатеринбурге, естественно, это город большой, там есть новый район, где построили 26-этажки, и они вот такие вот как бы, когда строили, конечно, это красиво, но когда ночью заставлены машинами, когда все уже дома, там проехать по двору практически невозможно, но так как у нас люди бывают разные, и заплатил таксисты везде меня до подъезда, никто, конечно, до подъезда пешком не идет. И там нужно было, чтобы до подъезда проехать, ну, где-то, наверное, метров 150, и чтобы проехать так, как машины все стоят, мне пришлось одно зеркало убрать, короче, сложить, вот, и туда-то я проехала, а назад машина стоит, как вот получилось, что двор не схвозной, получилось, что нужно ехать обратно. Я работала на обычном Рено Лого, естественно, там никакой камеры заднего вида не было. Вот, и я когда выезжала, естественно, с одним зеркалом, чтобы не затронуть машину, машины стоят дорогие, я выехала в напряжение, вот, я в напряжение, и у меня четкая, четкая картинка, что сзади меня стоят, вот, вот, какие-то цветы вот такие вот каменные стоят. Вот. Я остановилась, думаю, ну, когда я понимаю, что я это увидеть не могла. Как я это увижу? И остановилась, немножко проехала, чтобы дверь хотя бы открыть, вышла, смотрю, и там действительно четкая картинка та, которую я увидела. Ну, в результате я все выехала, думаю, ну, надо же, какие чудеса в городе происходят. Я в чудеса вообще не верю, осталась совсем. Думаю, да какие чудеса, видимо, не знаю, думаю, может быть, что-то там на то, что я не ем. А не ела, наверное, уже недели две где-то. Думаю, может, не ем, такого раньше не было. Думаю, может, потому что не сплю. И у меня вот это вот закралось, что может, потому что не сплю. Вот, я думаю, наверное, какие-то чувства все-таки обострелись. И вот это во мне зрело какое-то время. И когда я уже открыли границы, я собрала детей и переехала в Краснодарский край. Переехала в Краснодарский край, и на тот момент я уже не ела два с половиной месяца, где-то. И думаю, ну, хорошо, вот сейчас тепло, красиво, там как бы, ну, для меня юг – это всегда красота, это зелень. Я думаю, попробую я бы практиковать вот это вот в Испании. Ну, что из этого получится. И буквально на второй день, когда я убирала сон, я садилась, выходила на улицу. Мы жили в маленьком городке и в конце городка. То есть там машин, если ночью они ездили, то там одна-две машины за ночь проезжали марсом, то есть тишина. Вот. И я поняла, что я чувствую воздух по-другому. Когда я живу в Испании, обостряются все чувствования. И ты не то, что чувствуешь, что этот воздух, он становится плотным. Ты слышишь каждый звук с каким-то подзвуком. Такое ощущение, что у тебя просто открывается какой-то вот этот вот слух, вот ясно слышен. Или как его назвать? Что если, например, птичка поет, ты по-одному и слышишь, а тут ты слышишь подзвук. То есть он настолько другой, что вот его описать словами, я даже не знаю, как описать, потому что я не музыкант не могу выразить вот это. Он абсолютно другой, более глубокий. И ты понимаешь, что ты можешь вот этот звук вводить не ушами, а...